Я думаю, что я немножечко преувеличил с названием своей проповеди сегодня. Потому что когда я начал проверять после того, как уже написал. Я понял, что это тема для семинаров и для психологических встреч. Но мы попробуем. Все в нашей общине знают такое выражение, как исправление мира. Пахот или менее. Мы достаточно укоренились в этом. Мы изучали Божьи планы для мира и для человечества. Это связано с нашим прошлым и с нашими корнями. В настоящем, в котором мы живем и будущее которое перед нами. И правильное понимание прошлого, оно действительно влияет на наше будущее. Но сегодня я хочу поговорить на исправление человека. Каждый из нас является человеком. Мы не совершенны. Мы очень далеки от совершенства. Есть те, которые мы никак не сможем преодолеть. Но в любом случае, мы должны понять, что Бог хочет от нас. Я хочу, чтобы мы как будто бы представили себя смотрящими в зеркало. И попытались увидеть больше, чем на физическом уровне. И понять, кто такой человек. Какой план для человека. Хотя бы немного. Мы читаем из Писании, что Бог очень вложился, когда он творил человека. Мы также читаем в Исаии про это. А Бог говорит, Исаии, что до того, как ты родился или тебя зачали в череве матери твоей, я знал тебя и знал, какой будет план твоей жизни. Бог знает все детали. Как мы будем выглядеть. Каков будет свет наших глаз. Каков будет настроение нашего тела, может быть. Что он будет хотеть, чтобы мы делали. И вдруг мы рождаемся. В какой-то обе-зоветский. Мы в Советском мире. И вся эта духовность, которую Бог запланировал, запрограммировал. Такое ощущение, как будто всю эту духовность закрывает в какой-то железный ящик. И на несколько замков закрывают. Это то, что происходит с большинством членов общины с Швейцьей. И это факт, с ним ничего не поделаешь. 90% выходцев из нашей общины может быть даже больше. Это бывшие советские граждане. Несмотря на то, что многие из нас 30, 20, 15 лет уже не там. И есть очень много вещей, за которых мы можем благодарить Бога, которые мы видим сегодня. Но наш характер все еще ранен нашим прошлым. Давайте мы начнем читать. Мы прочитаем те вещи, которые мы уже читали несколько раз. И это хорошо вернуться к ним. Потому что, скорее всего, есть люди, которые все еще не понимают. Вторая Коринфянам, вторая глава. Третья глава. 17 и 18 стихи. Господь есть Духа, где Дух Господень там свободы. Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взираем на славу Господню. Преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Господь в нас вместил, как будто программу. Программу свободы. Руах, что он сам в тухену, это руах хупщия, что едем он ховберет к Господню. Тот Дух, который он дал нам, это свободный Дух, Дух свободы, который связан напрямую с Богом. Уведа, что руах שלам в тухену, нужно привести в тухену битахон, ацми дай гаво. И это факт, что Дух свободы должен, по-идеи, выстроить в нас уверенность на высоком уровне. И каждый на разном уровне, но практически у всех должна быть эта вера, эта радость и уверенность в Боге. И когда я смотрю в это зеркало, даже физическое зеркало, каждый может посмотреть. То, что Бог хочет, чтобы мы там увидели, это Его славу. Он хочет, чтобы мы увидели, сколько Божьей славы есть во мне, как Он привел меня и вел меня до этого места. И когда мы смотрим на это, думаем об этом, нам нужно вернуться к прежнему образу. Как написано, что мы сотворены по образу и подобию Бога. Поэтому, когда мы смотрим в это зеркало, хорошо, если мы будем думать про образы и подобие, на котором мы были созданы. И если мы понимаем и верим в это, то это для нас очень радостно. И этого недостаточно. Написано, что также вы должны возрастать от славы в славу. Если вы поняли, что вы моё творение, и вы преображаетесь от славы в славу, этого недостаточно. Недостаточно оставаться на прежнем уровне. Нам нужно постоянно расти от одной славы к другой. Это то, что Бог желает, это то, что написано. Достаточно ли логичная эта заповедь или повеление для среднестатистического советского человека? Тут не написано, для кого это. Если мы верим, если мы читаем это, то мы можем себя к этому отнести. Я хочу, чтобы мы сейчас сделали небольшое упражнение, двухминутное. У меня здесь нет зеркал, для того, чтобы я всем раздал. Но мы сделаем это как будто бы у нас есть. Мы сейчас все закроем глаза на две минуты. И мы представим, что мы смотрим в зеркало. И мы должны вспомнить наше прекрасное советское прошлое. Вы посмотрите на ваших родителей, на ваших родителей, на вашу школу, ваш детский сад. В период, в странах, в странах, в странах, в странах, в России, в Украине, в Беларуси, в Молдове, в Молдове. Все отношения, которые у вас были с вашими друзьями, в школе, в институте, на работе. Ваши родители. Какие-то события, которые изменили в вашу жизнь, что-то внесли в вас, дали вам. И подумайте, почему вы сейчас такие, какие вы есть сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но у меня есть два вопроса в двух направлениях. Тот, кто вспомнил события прошлой жизни. Кто действительно получил такие радостные воспоминания о прошлых событиях? Как классно мне было в прошлом. Если есть такие, поднимите руку. А кто почувствовал, вспомнил страдания и тяжелые воспоминания, ему захотелось плакать? Сложная жизнь, сложная прошлая. Поднимите. Вы должны быть поднимите. Давайте сегодня будем честными. Я сегодня нуждаюсь в вашей честной помощи. Возможно, в основном вы может быть стесняетесь, но если каждому дам на такие размышления два-три часа. В прошлом у нас было достаточно сложное, говоря мягким языком. И давайте мы сейчас действительно раскроем эту правду, потому что нам это поможет. Есть несколько фактов, которые сопровождают нашу общину. Многие из нас действительно израильтяне в полном смысле этого слова, которые живут в стране Израиля. Понимаем ли мы, что значит быть израильтянином? Многие из нас не понимают. Понимаем ли мы, что значит быть евреями? Может быть, немножко больше понимаем. Наши корни это советские с СНГ. И если мы как деревья, то Бог нас вытащил с одного места и посадил в другое. И тот факт, что мы оттуда, это большая часть нашего характера. Если я евгений, родился в Беларуси. И моя милость Божья сопровождала меня до какого класса? До четвертого класса. Неважно насколько я пытаюсь этого не делать, но все равно капли советского прошлого я закапаю от своих детей этими каплями. Что такое СНГ? Ты в СНГ? Ты в СНГ. Это красиво, я заметил. Красиво. Красиво. Мы называем это союз ниши хигалодных. Особенно с духовной точки зрения. И особенно с духовной точки зрения. А духовное выживание было очень сложным. Особенно те, которые намного старше чем я. Это было не так, чтобы было просто жить физической и духовной жизнью, было сложно. Есть трактор такой, который... Каток, каток, каток. Каток, который... Ма? Каток, который едет против тебя. Советская атеистическая машина была очень сильной. Мы родились там, потому что так Бог решил. Но наш духовный корень был очень маленький, запертый в этой сильной коробке. Это машина, которая выстроила роботов. Если нужно было два раза подумать, чтобы сказать свое настоящее мнение. Если ты хочешь развить свои возможности или хобби и увлечения. Я не слишком помню, что у меня было на это время, потому что родители постоянно были заняты работой для того, чтобы они могли обеспечить нас. Каждый... постоянно ты находишься в таком процессе выживания. И очень много есть качества. Если мы сейчас встречаемся с марокканцем, американцем, греком или европейцем. И начинаем с ним разговаривать. Он скажет, какой милый советский человек. Он такой любящий, обнимается. Постоянно улыбается. И от него исходят прям такие флюиды тепла и любви. Он никогда не жалуется, он всегда позитивный. Он не критикует других людей. Но это все наоборот. Вы спросите у других израильтян, которые вышли из других стран. Мы все для них русские. Неважно откуда мы приехали. Все, кто из СССР, это русские. Спросите, кто такой русский человек? Они скажут, это холодный человек. Он не эмоциональный. Когда мы с ним разговаривают, не чувствуется от него такого теплота и удовольствия. И в принципе, в основном это то, что происходит. Из-за того, что мы жили в такой системе, мы в этом не виноваты. Из-за того, что китайцы рождаются с узкими глазами, потому что так они должны рождаться в своем Китае. Мы рождаемся вот таким русским. И мы как будто ничего не достойны. Каждый, кто думал, размышлял над делать это упражнение. Я так думаю. Я просто пытаюсь угадать. Я не думаю, что кто-то сказал, вау, сколько Господь сделал в моей жизни. Я уверен, что да, есть такие люди, которые это прочувствовали и вспомнили. Но в основном я себя тоже включаю в это число, так не подумали. Такое было самосожаление. Какая у меня была тяжелая жизнь. Какой я несчастный человек. Если мы сейчас дадим очередь, чтобы каждый рассказывал про свой жизненный путь, давал свидетельство. Каждый может быть где-то начнет немного плакать. И я первый. Почему мы плачем? Потому что мы настолько просто возбуждены воспоминаниями как Господь действовал и как все было хорошо. Нет. Мы наоборот жилием себя. Сколько я пережил. Сколько я пережил. Сколько боли. Сколько боли. Сколько меня бредовали направо и налево. Какой вообще я мужчина сильный, что я пережил все это. Подумайте об этом немножко. Обычно мы плачем не слезами благодати, а слезами самосожаления, насколько я несчастный человек был. И не просто так может быть Господь положил мне на сердце сказать эту проповедь. Когда мы собираемся маленькими группами в домашних группах или просто с друзьями, где-то встречаемся. Когда мы говорим о ком-то другом. И мы начинаем просто спускаться на уровень сплетен. И мы начинаем жилить себя или говорить, она мне не позвонила, он сам не поздоровался. И такую ерунду. Это из нас выходит вот этот вот советский человек в красной пилотке с серпом и молотом. И сейчас мы ввели немного немного. Это действительно, конечно, для семинаров и психолога. Я не психолог, но я работал в себе. Может быть, это действительно тема для семинаров и психологических встреч. Я далек от этого, я пытаюсь сам собой заниматься. Но я думаю, что нам нужно эти факты вынести на свет для того, чтобы как-то ими заняться. Римлянам 12 глава с 1 по 3 стих. Все эти вещи, которые мы читаем, они простые и известные. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь с обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благоугодная и совершенная. По данным мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, которую каждому Бог уделил. То упражнение, которое мы делали 2 минуты, сделайте как-нибудь дома 3-4 часа. А потом больше никогда не делайте. Забудьте об этом. Бог хочет, чтобы наши тела, нашу плоть, чтобы мы ее возложили на жертвенник. Когда жертву возлагают на жертвенник, что потом делают с ней? Сжигают. Эта плоть, эта жертва, сгорит. Полностью. Не останутся даже кости. И Бог говорит, возьмите вашего бедного человека. Я делаю это вверх. Я, я. Возьмите себя и поставьте на жертвенник. И все, и сожгите, вы уже не актуальны. Это не важно, что вы думаете о вашем окружении. Не важно, что окружение думает о вас. Мнение окружения не важно. Важно, кто ты есть. Я инженер самого себя. Если другие люди что-то вам не сделали или сделали, не обратили внимание, это не важно. Это не важно. Вообще никак не важно. Я, Иллю, это что важно. Важно, я Бог. Я служу в этой общине, ну, некоторое время. Есть столько много слухов обо мне, о моей жене, за спиной у меня. Вы даже не представляете, насколько мне все равно. Продолжайте, это выстраивает репутацию. Кто боится еще, ты цанхан. Это не боится. Это не важно. Это не опция в жизни, что ребенка может быть уверены, что ребенка может быть другим. Если есть конфликт, это что-то другое. Конфликт нужно решать и примириться. Но мнение других неважно. Это тот, кто плохо думает о других, он делает вред только себе. Если я пытаюсь с Богом быть в правильных отношениях, то это самое главное. Я, когда в центре, это то, что ведет этот современный мир. И написано, что не уподобляйтесь этому миру. Но обновляйтесь разумом вашим. Когда Бог говорит, преобразуйтесь обновлением ума вашего, это от слова «новое». Я не могу понять Бога, как он действовал в тот год, в который я родился. Он должен быть новым. Я должен получить новое новое, новое новое, новое. Нужно постоянно обновляться, получить что-то свежее и новое. То, что было, оно осталось в прошлом, поэтому прошлом называется прошлом. В третий стихе. Написано, не думайте о себе более нежели должно. Никого это на самом деле не интересует. Я немножечко делаю такие примеры радикальные. Просто для того, чтобы дать ударение на какие-то точки. То место, где мы родились, оно действительно устраивает наш характер очень сильно. Меком географии. Географическое местоположение. Мешпаха, свива. Наша семья, наше окружение. Это сложно его поменять. Это сложно улыбаться селком. Мы советские люди, мы не улыбаемся. Но иногда можно попытаться. И мы можем даже в этом преуспеть. Но наш корень очень сильный. Но у нас очень большая проблема. Если мы очень сильно засели в своем прошлом, и думаем об этом очень много, это строит стену перед нашим продвижением в нашем будущем. Ишти сказала, что мне нужно в своих проповедях больше давать живых примеров. Абов сказал, слушать жену. Это то, что мы сделаем. Если вы помните, когда несколько лет назад к нам приезжала группа из Норвегии и Латвии, мы здесь молились. Мы молились об одной женщине, не важно кто это. И вдруг один человек из Норвегии спрашивает, кто такой Борис? Египет, чтобы получить тפила для репуа. Это было что-то, что-то, что-то. Эта женщина подошла, чтобы за нее помолились за исцеление, у нее были какие-то боли в спине. И когда только на нее человек возложил руки, молящийся, Бог ему дал имя Борис. Он говорит, кто это имя Борис? И она начала сильно-сильно плакать, что не могла остановиться. Она говорит, Борис, это был моим директором на заводе, где я работала 30 лет назад. И он меня настолько унижал, что я просто не могу его простить. Но из-за того, что у нее таилась эта обида, она переросла в болезнь на физическом уровне. Вы понимаете, насколько это опасно? Оставьте, что она получила физическую болезнь. Насколько это повлияло на всех, которые ее окружают. И насколько мы несчастные жили без мамы, без папы. Это все советское прошлое. Много разных есть сложных рассказов. Родители алкоголики. Я, допустим, мальчик, который практически вырос без отца. И что мне теперь нужно в этом увязнуть? Подумайте, если я там останусь, какой вред это может причинить мне, моим детям и грядущим поколениям? Какой я бедняга вообще. Все должны меня жилить. Пуць и муцьи. Это любовь. Пуць и муцьи всегда должна быть вокруг меня. Знаете, на Абрите корень слова «мискэн», «несчастный». Ну, Абрите. Сакנה. Сакנה. Опасность. Леергиш «мискэн» – это мисукан. Чувствовать «несчастным» – это опасно. Если ты будешь долго оставаться в состоянии «несчастный», это опасное состояние, и ты в результате получишь те вещи, которые ты даже и не думал ожидать. Рехамим ацмим – это довар нора. Самосожеление – это очень плохая вещь. Мы, дорогие советские люди, должны с этим покончить. Потому что в нас это укоренено. Потому что мы несчастные, и все должны обращать на это внимание. Продолжим. Филиппийцам, 3 глава, с 13 по 14 стихи. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая задняя, простираюсь вперёд, и стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божьего в Мессии Иешуа. Мы здесь учим то, что сказал Шауль. О важности того, чтобы мы забывали прошлое. Прошлое – это не когда мы родились. Охажение – это понимание того, что Бог запланировал, для нас делать, когда Он позволил нам родиться. Аматара שלנו – это наш цель – это будущее. Если я хочу продвигаться вперёд, но за мной идет хвост. Агла, неграр. Хвост, коляска какая-то. Я могу прийти вообще вот так, без ничего. Или я могу за собой тщить коляску. Полную мусора. Она будет вонять. Мне будет тяжело в прайом и заходить. Шауль говорит, что нам нужно бежать к цели. А наше прошлое – это как коляска, полная мусора, который не дает нам бежать. Но когда мы говорим, нет, это мой крест, который мне дал Бог, это моя семья, это что-то для меня важное, и я должен это нести на себе. Но еще он говорит, что вы можете взять на себя мое иго. Мое, не ваше, мое иго. Вы знаете, как выглядит иго? Кто здесь, в сельской хозяйстве, что-то понимает? Ну, аф-эхед. Ма, это все, по-ай-тек. Как выглядит иго? Беседр, иго – это две, два кругляшка. Бехат сомим шор אחד. Бешний шор шени. Тасу гугл, ах-эх. А? Ол? Не, это ол? Хамуд. Иг, я не знаю, есть, наверное, какие-то синонимы. И потом они, двое, два быка, поднаходящиеся под этим иго. Начинают пахать землю. Для того, чтобы потом посадить, и земля дала бы свой плот. И Луим говорит, что вы любите страдать, и тяжелые испытания. Возьмите лучше на себя мое иго. Потому что оно более лёх. И намного более интересное. Нахо цхим ловин от шорэш, и ма Иллюим метковен, шоу барра אותану. Лу машина эфа, пихалав. Нам нужно понять корень, зачем Бог нас сотворил. Мема муркав битыхон атсми, ал пи википедия. Если мы откроем википедию, и зададим такой поиск, самоуверенность, что там написано. Это ценить себя. Как я себя ценю. Это то, что требует, чтобы начиная с прошлого, на протяжении всей истории, я понял, как я себя ценю. Шפита Ацмит. Самасут. Ларова шпита Ацмит, ло тия некона. Обычно самасут, он неприятен. Потому что это то, откуда я прихожу. И самоуважение. Или то уважение, которое дает мне окружающий мир. И эти три пункта, они немного проблематичны для того места, откуда мы пришли. И мы говорим как общий обзор. Мы, как верующий, можем сказать, что самоуверенность для нас не актуальна. Потому что уверенность верующего человека может быть только в Боге. Только он может меня правильно оценить. Только он может судить меня согласно уровню своей праведности. И так же, относительно греха и относительно благодати. И так же, наше уважение и слава не актуальна, потому что Бог хочет, чтобы мы преображались в Его славу. Между тем, как я понимаю себя и вижу себя, есть огромная пропасть. И между тем, как Бог видит меня и понимает меня, есть большая пропасть. Есть желаемое и есть действительное. Давайте посмотрим, что значит желаемое. Что вообще Бог хотел от нас, когда Он решил сотворить человека? И это день до того, как мы родились. Бытие, первая глава. 26.31. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. Да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог и сказал им, владитесь и размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею, владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, сие добудет вам в пищу. А всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому присмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу. И стало так, и увидел Бог, что все, что Он создал, и вот весьма хорошо. И был вечер, и было утро, день шестой. И вторая глава, седьмой стих. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдумал в Него дыхание жизни, и стал человек душою живой. Можно сказать, вуау, как круто. Я Василий, который родился в какой-то деревне в Украине, где даже дорог асфальтированных нет. Я просто венец творения и славы Божьи. И то, что я хожу из-за короба минавос, убираю. Мне как-то не вяжется у меня в голове. Но когда Бог говорит про человека, вот то, что он имеет в виду. Мы венец его славы, его творение. И в 31 стихе написано. И когда Бог увидел все, что он создал, он сказал, хорошо весьма. Но когда он сотворил Евгения, он сказал, очень хорошо. Какая прелесть. Из-за того, что это очень хорошо. И это создание, созданное, хотя мы этого не понимаем, по образу и подобию, по какой-то Божьей системе. Я направлю его своим партнером в продолжении творения. Я дам ему власть над этой землей, которую я создал. Я дам ему повеление наполнять эту землю добрыми плодами. И я также дам ему возможность производить еще так же дальше род человеческий. Это то, что я сотворил. Это моя основа. И в твоем присутствии, Василия, Алексея и Анна. И все, что если вы встречаетесь с ним, это все должно приходить на более качественный уровень. Но я могу сказать, нет, Господь, я пока вот занят, мне нужно посплетничать по поводу Симы. А Светлана занята уже четыре года, когда она жалеет себя и находится в глубокой депрессии. И она называет это духовной пустыней, хотя она в пустыне никогда не была. Просто нет времени у нас на все это предисловие, которое мы только что прочитали. В Советском Союзе, который раньше был, по крайней мере в Беларуси, я не знаю, как в других республиках. И есть там очень сильные женщины. И они настолько сильные, что мужчины не переломали хребет. И мужчины там ходят просто безхребетные существа. И вот это вот, они все перенесли сюда. И назвали это семейными сложностями. Потому что в Танахе написано, как должна выглядеть семья. Это потому что мы сказали, что наше прошлое намного важнее, чем наше в будущем. Только поэтому, потому что есть непонимание того, что хочет от нас Бог. Наши позиции в семье, должности, перепутались. У нас нет времени на божественное, потому что мы заняты ерундой. А потом, во второй главе мы читали, что Он вдохнул в лицо человека дыхание жизни. Я понимаю, что вы не могли бы не договориться делать что-то, что мы без него не способны сделать ничего. Поэтому Он взял часть себя и вдохнул в каждого из нас. Это факт, который существует, это что-то встроенное в нас. Когда я думаю о своем прошлом, есть место писания, которое всегда мне помогает. Телим 1324. 103-й Псалом, 24-й стих. Как многочислены дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих. Это исправление мира. Мы немножко изменим здесь слова. Вместо земля... Поставьте Моя жизнь. И посмотрите, что получается. Как многочислены дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро. Моя жизнь полна произведений Твоих. Можем ли мы читать это, понять, как Бог действует каждый день? Если я только начну думать про все чудеса, которые случились со мной даже сегодня утром. Кто я и почему должно иметь значение мое прошлое, когда вокруг действует такая огромная система? И все, что связано с тем, что я не достоин, я не способен, мне бы послужить, но я не подхожу. Знаете, кто первый жаловался? Который не хотел быть партнером Бога. Он сказал, нет, я косноязычен, я зайкаюсь. У меня есть свидетельство об инвалидности, нет, 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 нет. И он говорит, наши... 70-80... Сколько уже лет нашей жизни? 70-80 при большей крепости? Сколько он там прожил? 120 лет. Я не сравниваю себя с Можем. Он намного ниже, конечно. Но у Бога есть планы даже для гадка воутенка. Когда мы читаем Танах, мы читаем, что Бог иногда использует и ослитцу. И если Бог использовал, то ему не так плохо. Он встречал Лею в жизни. Лея, которая была некрасивой женщиной. Может быть, она была даже страшной, я не знаю. У нее были проблемы. Это действительно был ревозон-мехуар. И Лея была гадким утенком. И мы знаем, как закончилась история. И та женщина, которая в конце получила прекрасного мужа. И та женщина, которая в конце получила прекрасного мужа. Она получила плод-чрева. И когда мы в Шаббат благословляем наших девочек, мы благословляем наших девочек именем Леи. Мы дальше сейчас посмотрим на царя Довида. Он не родился царем. Есть те, которые говорят, что он вообще был не законно рожденный. Его даже не считали достойным братом среди братьев. И он говорит, как мне разница? Мне не важно. Когда мне сложно, я говорю с Богом. Я знаю, что у Бога есть план для меня. Он проявил свою смелость. И он смотрел вперед. И он стал царем. Если бы он погряз в своем несчастье, и не понимал бы, кто он и что он, тогда бы он просто рассыпался и не достиг тех высот, которые Бог дал ему. Это то решение, которое мы должны сделать. Я больше не нахожусь в своем прошлом. Когда Иешуа пришел и ходил на этой земле, он встретил разных людей. Закай. Из налоговой инспекции. Это был коррумпированный человек. Можно было сказать, такой вор и коррупционер, что уже Бог может с ним сделать. Иешуа зашел в дом этого коррупционера, изменил его жизнь. Он забыл про свое прошлое и изменил свою жизнь. И женщина самаритянка. Иешуа изменил свое направление. Он прошел специально через тот колодец. Я думаю, что он себе к дороге прибавил несколько километров. Он зашел в то место, где не было евреев. Он сказал, нет, я должен идти там. Там есть одна женщина. Я готова свое драгоценное время уделить. И она живет жизнью такой, туши свет. Даже она сама уже забыла сколько мужчин у нее был. Но у меня есть планы изменить ее. Он говорил с ней, она изменилась. И она вышла на новый путь и стала благобестовать всем вокруг. Она не могла сказать, ну да, Господи, вот такая моя жизнь. Спасибо, класс. Я поняла, я спаслась. Пошла к себе в деревню и нового мужика завела. Нет, она изменилась. Мы не можем тщить свое прошлое после того, как Yeshua изменил нашу жизнь. 1.6 в цедуе из Кенерет. Yeshua кам в бокр. Yeshua встал рано утром. Он сказал, у меня там встреча. Он организовал себе лодку, перегрузку в сторону. Он не был там и он сказал, я иду на встречу с содержимым бессами. Потому что таков мой план. Встретил его, изгнал бессов. И человек, который получил освобождение и новое здоровье, вернулся в свою деревню и начал благовествовать. Нам нужно понять математическое значение. Когда у нас есть день, когда мы встретились с Yeshua и у каждого есть такой день, то мы должны в этот день принять решение. Теперь все новое, старое, прошлое прошло. В тот день мы должны наше тело советское возложить на жертвенник, сжечь эту жертву и стать новыми. Есть жизнь до Yeshua. Есть жизнь после Yeshua. Ничего там не может встретиться. Мы можем рассказать наши свидетельства. Поплакать, ничего страшного. Но не должно действовать на то, что мы живем сегодняшней жизнью. И когда мы говорим я несчастный и я грешник и мои грехи уже такие сильные что я ничего не достоин, я вам не просто так напомнил всех этих грешников и каковы были их грехи. Мы не согласны для себя, мы не нужны для этого. Мы должны получить эти работы. Нам не нужно пытаться, нам нужно просто принять это как факт. Исайя 43.19 Исайя 47.19 И на этом мы завершим. 43.19 43.19 Вот я делаю новое. Ныне же оно явится. Неужели вы этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи и реки в пустыне. Бог всегда творит новое. Он не заинтересован в прошлом. Прошло это прошлое. Когда мы чувствуем что мы застряли мы видим стену или пустыню то Бог покажет нам дверь там где ее нет. Только если мы доверим. Если я не способен положиться на него то он скажет ты можешь вернуться в свое прошлое и там жить. Ты не преуспеваешь не потому что ты не способен. Ты не преуспеваешь что-то что требует веры он сделает разные вещи. Когда я смотрю на будущее я могу смотреть или со страхом и думать я не знаю что будет нет работы нет языка сложно очень сложно или я могу смотреть в таком ожидании и говорить Господь я не вижу но как я знаю тебя ты уже там и ты готовишь мой путь способны ли мы к этому если Бог видит человек который полностью полагается на него он не даст ему всего и весь этот период который мы называем Духовной Пустыни отлично что значит Пустыня помните что Ишуа пошел в Пустыню что значит каков корень Пустыня Медбар и говорить это то же самое Место где мы должны говорить и слушать то что Бог скажет нам в ответ если мы после этого небольшого урока что поняли это для каждого время отпустить и обновиться и попросить Бога чтобы вместо цепи прошлого чтобы у нас было новое звено которое выстроит нам будущее я молился много лет потому что все поколения прошлой моей семьи были не верующие поэтому Ишуа это новое звено в новой цепи он работает и он отвечает на молитвы поэтому немножко закроем свой рот когда мы хотим пожаловаться амин амин